МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Бойко. Рад приветствовать всех тех, кто собрался сейчас у экранов телевизоров. И сегодня в выпуске. Профилактика правонарушений. В регионе прошел конкурс ученик года. В Оршо состоялись финальные соревнования по гандболу стремительный мяч. Профилактика правонарушений. Она предусматривает переочередные меры воздействия, которые могут быть приняты к лицам, склонным к совершению правонарушений. В первую очередь, это актуально в сфере семейно-бытовых отношений. Большинство совершаемых тяжких, особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан происходит именно на семейно-бытовой почве. То есть муж, жена совершают насильственные действия в отношении супругов, братья, сестры, сыновья в отношении родителей. Поэтому на первоочередной план выходит профилактика именно семейного насилия, семейного неблагополучия. Благодаря принимаемым мерам удается уже на протяжении нескольких лет снизить количество совершаемых тяжких, особо тяжких преступлений. Под принимаемыми мерами в соответствии с законодательством профилактики в первую очередь следует понимать то, что лица, которые совершают мелкие хулиганства, избивают членов своих семей, могут быть поставлены на профилактический учет. При постановке на профилактический учет сотрудниками РУВД проводится более активная профилактическая работа. То есть данные граждане посещаются регулярно по месту жительства, собирается информация о них с места работы, с места жительства. Принимаются впоследствии соответствующие меры либо о возбуждении уголовных дел профилактического характера, либо о направлении их данных граждан в лечебно-трудовые профилактории, либо об ограничении их дееспособности. Только в течение 2016 года на профилактический учет было поставлено более 50 жителей города Уршашенского района. Также с учетом тяжести совершаемых правонарушений, там где, будем так говорить, совершающие правонарушения лица зашли уже слишком далеко, прокуратура Уршашенского района решается вопрос о возбуждении уголовных дел частного и частного публичного обвинения при отсутствии желания, будем так говорить, потерпевших лиц привлекать к ответственности по каким-то причинам своих близких родственников. Только в 2016 году прокуратурой возбуждено 9 уголовных дел по статье 153 ГК Республики Беларусь за умышленное причинение легких телесных повреждений, повлекших кратковременно расстройство здоровья. 6 уголовных дел по статье 166 ГК Республики Беларусь это гроза убийством при наличии основания опасаться ее осуществления. И 2 уголовных дела по статье 154 ГК Республики Беларусь это истязание, то есть умышленное причинение, систематическое причинение побоев, то есть когда виновное лицо не менее трех раз избило потерпевшее лицо. Также законом о профилактике предусмотрена такая мера профилактического воздействия, как, будем говорить, ограничение доступа в жилище лиц, совершающих правонарушения, то есть в соответствии с законодательством, без гражданско-правового выселения данному лицу можно запретить посещать собственное жилье на срок до одного месяца, при этом оно обеспечивается, будем так говорить, жильем временного пользования. Кроме того, можно и потерпевшему лицу воспользоваться данной мерой, так как законом о профилактике предусмотрено, что и потерпевшему лицу также может быть при его желании, ему может быть предоставлено другое жилое помещение на определенный срок, если оно опасается осуществления каких-либо насильственных действий и в отношении со стороны, будем так говорить, близкого родственника, проживающего с ним в одном помещении. С учетом принимаемых прокуратурой мер в 2016 году удалось достичь определенных результатов, то есть у нас отмечается снижение количества совершенных умышленных убийств, снижение количества совершенных тяжких телесных повреждений, совершаемых на бытовой почве, именно в отношении своих близких родственников. В Витебском кадетском училище поселка Лужесно в 20-й раз прошел областной слет клубов юных спасателей пожарных. Ребята с детского возраста знают, что такое безопасная жизнь. Эти знания, умения и навыки безусловно пригодятся им в дальнейшем. В слете участвовали школьники Витебской области, победители региональных этапов. Тут на областном они не только показывали свой ум на конкурсе знатоки, но и состязались в соревновании по пожарно-спасательному спорту. Творческий конкурс дал жюри возможность в полной мере оценить таланты ребят. Самый зрелищный, как всегда, оказался «Смотрстрой». Команда из Орши приковала взгляд формы и впечатлила рассказом о 15-летнем существовании в их первой гимназии специальных профильных классов МЧС. Я выбрал сам, осознанно, знал, на что иду. Определенно в будущем это поможет, так как безопасность определенно важна в нашей жизни. Начинается вообще с седьмого, ну просто нас взяли уже досрочно. У нас были детские соревнования, где мы тоже участвовали со своим классом, и мы отличились. Но она трудно, работая спасателем. Команда «Горячие сердца» из Дубровна сформирована на базе кружка. Ребята проявляли интерес к отважной профессии, и им пошли навстречу, сформировав такой кружок. Посещение местной части МЧС теперь для них плановые экскурсии. Многие наши ребята из нашего коллектива планируют в будущем стать спасателями пожарными. Я еще не решила, но, скорее всего, пойду по этому пути. Их очень интересовало это направление, безопасность. Очень много информации получали на уроках ОБЖ по безопасности, и поэтому при опросе, чтобы хотели ребята в дальнейшем видеть в учреждении образования, поступило предложение создать данное объединение. Победители областного этапа с гордостью покажут свои навыки на республиканском и сразятся в мастерстве со столичной сборной. Всего на смотр приехали семь команд. Ребята из Новополоцка участвовали вне конкурса, как победители прошлого года. А команды из Орши, Дубровна, Браслова, Лепеля, Рассон и Верхнедвинска на общих условиях. Все проходит очень серьезно, нет никаких послаблений. На сегодняшний день, если посчитать с начала проведения, то порядка 9 тысяч детей прошли через вот этот конкурс. Конкурс востребованный. Молодые, дисциплинированные, храбрые и умелые участники слета проделали большую многочасовую работу, готовясь к нему. А в повседневной жизни теперь уже этот труд будет работать на них. Мария Маренкова, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». В регионе прошел конкурс «Ученик года». В нем приняли участие ученики 9-11 классов Оршанского района. Побывала на финале в Доме культуры железнодорожников моя коллега Галина Башкова. Конкурс «Ученик года» состоял традиционно из двух этапов. На участие в отборочном туре, а это компьютерное тестирование, подал с заявки 31 ученик. По результатам ответов на вопросы по биологии, географии, истории общества, ведения, химии, информатике и физике, русскому языку и литературе, а также математике, в финал конкурса вышли только шесть представителей учреждений образования Оршанщины. Первой гимназии, третьей, девятой, двенадцатой, семнадцатой и бабенческой средних школ. Стало уже ежегодным в мае месяце проводить конкурс «Ученик года». В финал вышла шестерка лучших, самых эрудированных знатоков, юных эрудированных ребят нашего района. И сегодня на финале районного конкурса «Ученик года» 2017 года мы увидим этих ребят, которые расскажут о себе. Что характерно, сотрудничая с Домом культуры железнодорожников, наши ведущие, режиссеры, сценаристы, работая с ребятами, отметили как в прошлом году, так и в этом году очень сильную команду, очень сильную шестерку ребят. Мы надеемся, что сегодня зал не подкачает, потому что среди болельщиков и директора школ, заместителей директоров по учебной работе, по воспитательной работе, то есть та команда, которая помогла ребятам выйти сегодня на эту сцену, потому что это тоже очень многое значит. В финал включал три конкурса. Визитную карточку во мне, как в спектре, семь различных «Я». Презентацию собственного туристического образовательного маршрута «Я славить край родной хочу» и рекламу любимого школьного предмета. Узнала о конкурсе от своих саучей. Предложили мне конкурс. Я прошла полуфинал, потом вышла в финал. Можно показать в полной мере себя, раскрыть свои таланты, показать свои умения, знания. Конечно, помогла огромная мне группа поддержки моя, особенно мои заучи, учителя, которые здесь будут присутствовать, учительница белорусского языка, а также мои друзья и родители, которые меня всегда поддерживают. Все будет красочно, ярко, все будет отлично. Белорусская литература – самый любимый предмет в школе, потому что литература – это для меня свет людей, свет жизни, раскрытие характера человека, знакомство с разными людьми, с разными городами. А особенно белорусская литература, потому что это новые слова, это наша родная мова, о которой мы разговариваем. И мне очень хочется презентовать этот предмет, и надеюсь, он очень понравится всем. В девятом классе меня от школы отправили сюда. Тогда я не пришла и решила, что в следующем году обязательно пройду. Так и получилось, что здесь я сейчас. Возможностью показать себя, узнать свои новые качества, открыть себе что-то новое. У меня была большая творческая группа, мы готовились около месяца. Это были активные репетиции. Очень дружно, весело было, креативно все. Первый номер является визиткой. Там ты рассказываешь о себе, что ты любишь, кем ты являешься. Второй номер – это туристический маршрут «Я славить край родной хочу». Там я рассказываю про культурное и научное достижение нашей страны. А в третьем номере – это реклама любимого предмета. Я рекламирую свой любимый предмет – физику. Мне 15 лет, я люблю физику, занимаюсь локалом, очень люблю юит, люблю гулять с друзьями, читать. Наверное, победить сильнейшее. Я хочу получить кайф от всего этого. По итогам финала обладателем звания ученик года 2017 стала представительница Бабиничской средней школы Екатерина Шаблинская. К слову сказать, девушка – ещё и победитель заключительного этапа Олимпиады по физике. Были определены и дипломанты в номинациях. Вершины личных побед покорила ученица 17-й школы Алина Шейко. Доказала, что знание и сила – представительница 9-й школы Есения Коробейникова. Лидером нового поколения стала Надежда Ряпинская из 3-й средней школы. Открытием года была признана ученица 12-й школы Анастасия Трусова. Приз «За волю к победе» получил Вадим Гаврилов из 1-й гимназии. Галина Башкова, Николай Бегунков из Дома культуры железнодорожников. Каждое слово на сцене – это бесконечная любовь к поэзии, настоящее искреннее чувство. Это не просто лирика, а разговор души со зрителем. Витебский прошел областной этап республиканского конкурса юных щицов произведений белорусских классиков. Витебский областной дворец детей и молодежи радушно встретил молодых исполнителей со всей области. Номинации творческого состязания «Живая классика» способствовали справедливой конкурентной борьбе. Сортировка по возрастной группе 5-6 класса, 7-8 и 9-10. Ангелина Попель-младше учится всего во втором классе, но ее талант чтеца был отмечен первым местом на районном этапе. Сказка на белорусском языке о животных не оставила равнодушными членов жюри. Потому что это мое хобби, у меня и хорошо получается читать. Кстати, наслаждалась талантом юных дарований и председатель Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси. Будучи членом жюри, основное внимание она уделила выбору репертуара, владению словом и речью, а также дикцией и умению донести эмоции до слушателя. Выбрать самых достойных, самых ярких детей, которые великолепно владеют дикцией, которые любят нашу поэзию и которые действительно покажут, что живая классика на самом деле живая. Потому что ее любят, ее читают, ее помнят. И она звучит в устах самого дорогого. Что у нас самое дорогое? Это наши дети. Многие участники предпочли предстать на суджюри в национальных костюмах, тем самым подчеркивая значение самого образа в общей картине номера. Так и Карина Михаль, ученица восьмого класса, важное внимание уделила внешнему виду и эмоциональной части своего выступления. Кстати, она впервые участвовала в такого рода конкурсе. Все свои эмоции показать можно, чувственность. Другие люди, чтобы это почувствовали. Все дети хорошо рассказывают, объемы хорошие, интонация, молодцы, костюмы красивые. Много ребят выбрали произведение Якуба Колоса. Из белорусских лириков он хорошо знаком по школьной программе и любим юными дарованиями. Не обошла его вниманием и учащаяся четвертого класса жительница Рассонского района. Кстати, участие в областном этапе приняли 107 ребят из 27 регионов области. Это очень интересно. И мне нравится куда-нибудь съездить, выступать на конкурсе. Это очень интересно рассказывать стихи. Я очень переживаю. Мне страшно. Я хочу, чтобы все получилось. Но я стараюсь не переживать. Областной этап финальный. Дети, которые отмечены наилучшим качеством чтения стихов, будут отобраны для представления своих произведений на праздники белорусской письменности в городе Полоцке, колыбели белорусской культуры. Кстати, праздник совпадает с 500-летием начала книгопечатанья. Целью этого конкурса является приобщение наших школьников подрастающего поколения к чтению произведений классиков белорусской литературы, произведения белорусских писателей. И для того, чтобы вытеснить из жизни детей вы более компьютер, а приобщить их к живому слову. Я думаю, что этот конкурс, как никакой другой, именно предназначен для этих целей. Конкурс прошел под девизом «Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну». Организаторы уверены, воспитывая подрастающее поколение на лучших образцах национальной литературы и поддержка талантливой молодежи создаст прочный фундамент нравственности, патриотизма и духовности. Мария Маренкова, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». В Орше прошли финальные соревнования по гонболу «Стремительный мяч» на призы президентского спортивного клуба. В них приняли участие по 8 команд мальчиков и девочек 2004-2005 годов рождения. Турнир «Стремительный мяч» уже пошел на второй десяток, посетил все областные города, столицу. Вот уже и переходит в города регионального статуса. Но мы видим, что интерес большой как у зрителей, так и ребята продолжают бороться на серьезном уровне. Мы надеемся, из этих ребят вырастет наше следующее поколение гонболистов. И судя по результатам некоторых ребят, возможно, здесь есть действительно звезды гонбола и не только белорусского. И вот он торжественный миг, ради которого 16 команд боролись за звание лучшего. Девочки провели отборочные туры в горках, а мальчишки все матчи играли в орше. На финал пришло посмотреть огромное число и болельщиков, и зрителей, и юных спортсменов, у которых все только начинается. Конечно, интересно. Молодцы так играют. Мне тоже хотелось поиграть, так побегать. Интересно. Организаторы турнира постарались сделать закрытие торжественным и запоминающимся. Сначала песни в исполнении коллектива «Дубль-Н», а затем зажигательный танец образцового ансамбля «Визави» не оставили никого равнодушными. Гонбол завораживает, потому что проводятся турниры, мы популяризируем данный вид спорта. Сегодня и детишки, и взрослый гонбол. Сегодня посещаем мы с залов 130%. Поэтому сегодня все делает и федерация, и спорткомпетент, и президентский клуб. Для того, чтобы спорт сегодня популяризировался по программе президента. И вы видите сегодня, и зрители ликуют, и дети повышают эффективность своей профессиональной. Это будущие спортсмены, будущие выдающиеся спортсмены, которые будут защищать интересы нашей страны на поприще спортивном. На сегодняшний день проводятся множество турниров, и детям сегодня есть возможность развиваться. Сегодня мы открываем дополнительное, вот в ближайшем будущем мы открываем в Витебской области, Витебский центр гонбола. То есть, поэтому на сегодняшний день детишкам даются все возможности, и федерация все делает возможным для того, чтобы они играли, показывали результаты и побеждали. По традиции от президентского спортивного клуба и федерации гонбола представителям городов Горки и Орша была вручена новая спортивная форма. Все участники турнира получили памятные подарки, а также наградили лучших в различных номинациях. Победителями турнира «Стремительный мяч-2017» среди юношей стала команда из города Минска среди девушек сборной Минской области. Кстати, тренирует ее наш земляк Александр Липинский. Сам я родом из Орша. Первый тренер здесь у меня Фоменко Василий Дмитриевич. Точно так же, как и всех моих детей, набирали в школе. Пришли, предложили секцию. Так и попали. Наша сборная состоит из основных четырех команд Минской области. Это Солигорск, Слуцк, Жодино и Минск. Основные девчонки, конечно, это школа имени Леонида Николаевича Гусько. Это наша большая часть команды. Точно так же набирали в школе. Готовились, стремились целый год. Вот мы работаем, уже я работаю тренером сборной. Готовились. Это наш экзамен, скажем так. Экзамен вы сдали неплохо, судя по всему. Да, конечно, первое место это, можно сказать, зачет, либо отличное. Среди тех, кто принимал участие в этом турнире, возможны будущие чемпионы и Белоруссии, и мира. Я когда была в первом классе, у нас пришла мой тренер. Набирали, получается, детей со школы, меня выбрали. Вот я начала заниматься. И потом я съездила на соревнования за четвертый год с детьми. И потом меня взяли в сборную Минской области. У каждого что-то не получается. У каждого есть свой плюс, который еще получается. Самое сложное, наверное, это вот, когда ты идешь с игроком один на один, и ты не можешь сосредоточиться и можешь не попасть в мимо ворот. Мне нравится то, что этот спорт такой динамичный, быстрый. И такой, для него нужен волевой характер. Более, как это. Да, вот гэндбол, это вот именно тот вид спорта, который подходит нам. Потому что, вот мы пришли заниматься еще. Ну, я занималась и гимнастикой, и гимнастикой, и танцами. Мне это все не подходило. А потом я начала заниматься гэндболом, и вот. Я как бы пришла, я уже нашла, что мое. И вот. Я занимаюсь уже как шестой год гэндболом. Покрытие не скользкое. В прошлом зале в горках было довольно-таки скользкое. И было неудобно делать финты, как-то обыгрывать. А здесь все прекрасно. Хорошая публика, атмосфера. Все понравилось. Если бы у нас такое было, мы бы всегда были чемпионами. Действительно, очень я порадовался. Хоть здесь недалеко тот зал родной, в котором я начинал. Такого комплекса, к сожалению, не во всех даже Минских, в Минской области не во всех городах есть такие. Супер, прием супер. Девчонки довольны. Зрителей был. Полный зал отборочный. И спарринги в подгруппах мы играли в горках. И только сегодня мы приехали на финал сюда. Немножко не ожидали такой поддержки. Есть немножко, затряслись коленки. Вначале, когда увидели весь зал зрителей, тем не менее, справились с эмоциями, вышли и сыграли. Зал прекрасный, замечательный. То есть здесь создана вся структура. Вы знаете, что это было, созданы эти залы по программе, президентской программе «Газпром детям». Поэтому он соответствует всем европейским стандартам проведения международных соревнований. Комплекс замечательный. Здорово, что в Орше есть возможность заниматься большим количеством видов спорта, не только зимних, но и летних. И в замечательном зале есть возможность провести. И для стремительного мяча, опять же, расширение географии, привлечение интереса, я думаю, делает большое дело для вовлечения как детей в гандбол, так и может появление каких-то известных гандболистов из Орша. Те участники соревнований, которые приезжают, они так же, как и мы, влюбляются в Оршу. Прекрасный комплекс, прекрасные условия для проведения соревнований. И буквально несколько недель назад в этом же зале состоялся республиканский чемпионат, финал четырех, кубок четырех. То есть четыре сильнейших женских команды принимали участие в соревнованиях. И можно смело отметить, по эмоциям зрителей, которые были на трибунах, наверное, это были самые яркие болельщики на Оршанщине. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, спорткомплекс «Олимпиец». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершит наш выпуск. Я же благодарю за внимание, все самого доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 мая переменная облачность, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем от 19 до 21 градуса тепла. За последние 5 лет метеонаблюдений самая низкая температура воздуха 30 мая плюс 10 градусов была зафиксирована в 2012 году. Самая высокая плюс 26 в 2016. Средняя температура составила 18 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok